Привет, мои хорошие! В этом видео я собираюсь перевоплощать себя в куклу Братс, именно вот в такой вариант, поэтому если тебе интересно, то продолжай смотреть это видео дальше. А для начала мне нужен клей для того, чтобы заклеить свои брови, чтобы их не было видно. И эту процедуру нужно делать в несколько слоев, желательно в 5-6. Сначала мажу их клеем, потом прочесываю, а уже в самом конце наношу корректор и тональный крем, для того, чтобы их совсем уже не было видно. Потом я беру более светлый корректор и прорабатываю те участки лица, которые я хочу высветлить. Затем я пользуюсь пулыры для того, чтобы сделать мое лицо максимально матовым, а потом беру базу для теней и прокрашиваю все свое веко. Коричневыми тенями я прохожусь у себя под бровей для того, чтобы углубить свой глаз. Упс, ну вы же поняли, это линджери, матовые тени, жидкие для глаз. Так вот, мы наносим их на веко, а затем берем розовые тени и наносим их на уголок глаза. Сори, со светом у меня тоже какая-то беда, но мы сейчас не об этом, переходим к самому интересному этапу. Начинаем рисовать глаз подводкой. И легче всего это делать, если представить, что мы рисуем глаз птички. Но лично мне было легче именно так. И в серединку добавляем по логике вещей радужку. Я решила сделать голубо-зеленого цвета под цвет своих линз, которые я одену в конце видео. Берем бронзер и начинаем наводить все нами нарисованное, а также контурируем все то, что нам нужно проконтурировать. Я думаю, вы меня поняли. А дальше все еще больше это подчеркиваем подводкой. Для начала рисуем стрелку, как можно длиннее. А затем наводим ею все коричневые линии поверху. Для более драмы эффекта затемняем уголок глаза еще более каким-то темным цветом. Ни в коем случае не забываем про блик на радужке, а затем переходим к ресницам. И мне кажется, это самый сложный этап. Серьезно. Чтоб добавить немножко глэма, я взяла золотые тени и прокрасила ими как само веко, так и под самим глазом куклы. Карандашом для бровей я рисую, конечно же, мнимые брови над своими бровями. А затем навожу их еще более темным карандашом для глаз, чтобы их было хорошо видно. Прокрашиваю свои ресницы тушью только для того, чтобы они не выбивались белым цветом. Приступаю к контурированию носа и делаю его более узким, а потом беру хайлайтер от NYX, мочи и наоборот выделяю более светлые участки. Бежевым карандашом для губ я прокрашиваю свои губы, точнее очень далеко за их контуром и потом прокрашиваю все то, что в середине. Беру новый матовый блеск для губ от NYX и также прокрашиваю все то, что у меня получилось внутри. А затем добавляю еще больше глэма розовым блестящим карандашом. Субтитры создавал DimaTorzok Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok